Дорогие друзья, это Мишенька, Михаил Саватеев, мой сын. Вот сейчас подгонят такую задачу, которая мне показалась абсолютным гробом. Вообще я просто не мог себе представить, что такое вообще возможно. И в общем я начал думать даже может быть и в правильном направлении, но честно было бы сказать, что я ее не решил. Давай. Задача. Дано огромное число. Ну или не очень огромное. Ну просто дано какое-то число х. Любое. Абсолютно любое число. Оно может быть там миллиард знаков, 10, 10, 10 и так далее. И сколько угодно. Вот. Мы выписываем его цифры. Как-нибудь. И соответственно мы можем за одну итерацию делать такое действие. Мы разбиваем это число по блокам. И между этими блоками ставим знаки плюс. Например, если у нас число 999, то мы можем его оставить 999, но это бессмысленно очевидно. Разбить 99 плюс 9, 9 плюс 99. Что то же самое. Или 9 плюс 9 плюс 9. Вот. Любой из этих ходов это ход. Да. Для более длинного числа, соответственно, как угодно разбиваем на блоки и вот эти оставляем как отдельные числа. И между ними знаки плюс. И потом. И суммируем. Мы их суммируем. Ну и ответ. И получаем какое-то число. Тут 108. Тут 999. Тут 108 опять. Ну и тут 27. Это как пример просто. Вот. А потом берем вот это число, которое получилось, и проделываем с ним то же самое. И вопрос. Доказать, что любое число можно за 4 операции свести в однозначное. В цифру. В одну цифру. Любое. Пусть оно будет длиной до луны. То есть, например, тут мы можем написать потом 2 плюс 7. И это равно 9. И все. Мы свели в однозначное. Но 289 так не сведешь, да? Или 389? 289. Уже так не сведешь. Если мы возьмем 289, то там, что бы мы не делали, нам понадобится 3 хода. Вот. И доказать, что за 4 хода можно любое. Так. Как это делать? Давайте возьмем наше число. О, стоп. Сейчас нужна пауза. Да. Потому что на самом деле, вот, по-моему, это просто волшебство. Это магия математики. Вы берете абсолютно любое число, разбиваете его на блоке 1 раз, ставите плюсы. То, что получилось в результате. Разбиваете на блоке 2 раз, ставите плюсы. Третий раз с тем, что вышло. И на четвертый раз у вас цифра. А на входе любое число. Как? Как это может быть? В общем, пока я тут возмущаюсь и восхищаюсь, вы можете поставить на паузу и попробовать решить. Но это полная жесть. Кто решит, тому респект. Реальный респект. Настоящий. Ну, я не решил. Мне разбор сказали, но я думал, над ней долго не решил. Я думал минут 10 и тоже, в общем, я не решил. Хотя у меня... Ну, ладно, все, я вру. Короче, я не решил. Все. Поехали. Вот. Как это делать? Возьмем наше число. Ну, допустим, оно какое-то... Вот такое число. Я рандомное число. Ну, или там... Вот, хорошо. Все в нуле в хорошем месте. И разобьем его на блоке по 4. Раз блок, два блок, три. И так далее. И давайте сделаем так. Если... Вот тут мы должны были разбить раз на блоке по 4. У нас вот этот блок должен был начинаться с нулей. Но мы так делать не будем. И мы все нули присоединим... Не, я не буду так делать. Ну, ладно. И мы все нули присоединим как бы к вот этому блоку. Вдобавочку. А-а-а-а. У нас получится в каждом блоке не больше, чем 4 значащие цифры. А остальные нули на конце. Вот. Ну, и, соответственно, в конце у нас будет блок, может быть, меньше, чем из 4 остаточек. Но это не важно. Вот. А теперь заметим, что в каждом из этих блоков число как минимум 1000. Просто потому, что оно начинается не с нуля. И в нем хотя бы 4 знака. Вот. Теперь заметим, что если мы возьмем какой-нибудь из этих блоков, любой, и просуммируем в нем цифры, у нас получится не больше 36. Потому, что там не больше, чем 4 значащие цифры, которые максимум девятки. Ну, и нули нам не важно как. Вот. То есть, в каждом блоке сумма меньше либо равна, чем 36 сумма цифр. Окей. Пусть у нас блоков К получилось. К блоков. Рандомно в местах пишу, но не важно. Вот. Тогда вот здесь у нас сумма будет больше либо равна, чем 1000 К. А тут, когда мы как бы, если бы мы все эти блоки заменили просто на суммы, тогда бы у нас сумма была бы меньше либо равна, чем 36 К. То есть, это просто сумма цифр исходного числа. Она меньше или равна 36 К. А сумма блоков, которые получились, больше равна 1000 К. Вот. А теперь что мы будем делать? Давайте идти по блокам и заменять их последовательно на их сумму цифр. То есть, вот тут мы, например, за один ход можем взять и просто вот так заменить все на сумму цифр. Вот. И будем смотреть. Вот тут у нас больше либо равно, чем 1000 К. А тут у нас меньше либо равно, чем 36 К. Это значит, что где-то у нас был переход через разряд. Сейчас я это поясню. То есть, число стало на один знак меньше? Как минимум на один знак меньше оно обязано было стать, потому что два числа одинаковой длины отличаются не более, чем в 10 раз. На самом деле, строго меньше, чем в 10 раз. Ну, это очевидно. Если мы умножаем на 10, мы дописываем нолик, у нас плюс 1 в 4. Ну да. А здесь числа, отличающиеся более, чем в 10 раз. Почему именно с четырехзначными? Трехзначными не выйдет так. Это решение с трехзначными блоками не пройдет сегодня утром. Потому что я про него думал, не получится ничего. Окей. А с четырехзначными проходит. Потому что здесь точно разные, они точно разной десятичной длины. Ну, тут он может быть больше, чем 4 знака, но нули на конце ничего нам не дают. Вот. И значит, пока мы заменяем эти цифры, в начале у нас вот эта сумма вот такая, в конце у нас будет вот такая. Значит, в какой-то момент у нас длина уменьшится. Но если мы возьмем предыдущее действие до этого момента, то есть тот блок, который, если мы заменим на сумму цифр, у нас уже будет число меньше по длине в итоге в сумме, а если мы его не будем заменять, то все еще такое же по длине, то заметим, что оно будет вот такого вида. 1, 0, огромное количество нулей. И число, которое не больше, чем вот этот блок на конце. Вот. Ну, тут какой-то блок 1, 2, 6. Возможно, и тут еще нули на конце, возможно, будет. Ну, вот я наставил здесь плюсов, чтобы не было ситуации, что здесь был лишний блок. Вот. Сейчас я объясню, это нормально. Теперь. И, соответственно, когда мы его... Почему? Потому что, когда мы его вычтем, у нас должно случиться вот здесь, у нас станет 9 или 8, и вот этот разряд уничтожится. Для этого у нас вот тут должно быть число, как минимум, как этот блок. 8 тут явно не станет. Окей. Все вот эти вот 9. Ну, в общем, да. Суть в том, что почти все здесь будут просто нулями перед последним действием. Это как бы это самая ключевая идея. Вот. Потом дело техники, собственно, можешь эту технику довести, а можете, каждый из вас может сам довести эту технику до ума. Вот. Ну, или можно просто плюсы поставить. На самом деле, я бы поставил плюсы, потому что здесь нули, а здесь исходные могут быть и не нули. Да. Вот. Поэтому я бы сделал так. Я бы на первом шаге просто ликвидировал все лишние нули, начиная блоки только с мест, где не ноль. И тогда все проходит уже совершенно строго. То есть тогда здесь не больше этого, здесь не меньше этого, здесь не больше этого. В какой-то момент четырехзначное число перевалило через диджит. А тогда действительно то, что было, оно не более... Короче, ключевая идея, что разбить на блоки и дальше там дело техники надо бы додумать. Да, совсем просто, потому что там вот это заменяется на сумму там пяти цифр каких-то там. Не больше сорока пяти все перебрать и все. То есть мы свели за два хода к числу, которое, грубо говоря, равно пятидесяти или меньше. И все. Вот. Но вот эта вот идея, вот я хочу пояснить, я хочу прокомментировать. Это, как Миша правильно заметил, это дискретная непрерывность. Миша сказал, что это что-то похожее на непрерывность. Это дискретная непрерывность, да? То есть он как бы малюсенькими шагами в какой-то момент сделаем страшнейшую революцию числа. А именно даже если оно было в 10, в степени 10 и так далее, то у него вот все будут нули, кроме нескольких последних. Вот как только мы это сделали, мы задачу решили. Но это абсолютно гениальная задача, я просто вообще таких не видал. Это полный финиш. Вот так. Спасибо, Миша!